Добрый вечер, друзья! С вами Кит Финанс Брокер, меня зовут Лембиту. Тема сегодняшнего занятия – инвестиции в акции. Из занятий вы узнаете, по какому принципу их отбирать, когда покупать, а когда от них избавляться. В начале небольшой анонс. 16 марта в Санкт-Петербурге начнется мой курс «5 шагов к успеху в трейдинге». Первое занятие бесплатно. После него вы решите, стоит ли оплачивать курс и продолжать обучение. Записаться можно через сайт Кит Финанс Брокер или по телефону 611-400. Друзья, просьба обязательно регистрироваться, так как иначе мы не сможем подготовить для вас раздаточные материалы. Также в марте 21 и 22 числа пройдет мой курс «Квик за два дня». Записаться можно по телефону 611-400 или через сайт Кит Финанс Брокер. А сейчас несколько слов о том, как будет построена наша встреча. В первой части занятия расскажу о том, что вам понадобится для того, чтобы приступить к инвестициям. Из второй части вы узнаете, по какому принципу нужно отбирать акции в свой портфель. Обратите внимание, что отобрать акции для инвестиций и купить их – это разные вещи. О том, когда покупать, расскажу в третьей части. В третьей части вы узнаете правила, позволяющие наиболее выгодно купить акции в портфель. Как вы думаете, что является самой большой ошибкой инвестора? Верно, самая большая ошибка инвестора – это держаться за убыточную инвестицию. Поэтому в четвертой части вы узнаете правила, позволяющие с наибольшей прибылью избавляться от переставшей расти акции. Как обычно, с моей публичной странички ВКонтакте вы сможете скачать скриншоты ключевых слайдов сегодняшней встречи. Слайды размещу на стене вместе с записью занятия. Вы хотите, чтобы ваши деньги приносили доход, интересуетесь фондовым рынком, но не хотите заниматься этим по много часов, как дейтрейдеры? Тогда вам стоит рассмотреть такой вид деятельности, как инвестиции. Что нужно для инвестиций, мы выясним в сегодняшнем занятии и начнем с первых шагов. Так, чтобы в итоге у вас была понятная пошаговая инструкция. Первое, что нужно для инвестиций – свободный капитал. Это важный момент. Во-первых, для защиты инвестиций нужно использовать средства, которые вы можете спокойно изъять из жизни на 2-3 года. Это позволит, если возникнет в вашей жизни сложный момент, не распродавать по невыгодным ценам свой портфель. Во-вторых, не используйте заемные средства, так как давление, которое создают долги, усложняет и так непростую для вас ситуацию. Второе, если вас не устраивает консервативное инвестирование, но в то же время вы не готовы к активным спекуляциям, тогда для сохранения и приумножения своего капитала можно использовать фондовый рынок. Чтобы выйти на фондовый рынок, вам понадобится посредник – брокер. О том, как выбирать брокера, сегодня говорить не буду, так как эта тема раскрыта в моем вебинаре «Азбука торговли на бирже» от 17 ноября 2016 года. Запись вебинара можете посмотреть на моей публичной страничке ВКонтакте. Для инвестирования вам также понадобится разобраться в торговой платформе. Торговая платформа – это программа, с помощью которой вы можете выставлять свои заявки на биржу. Торговую платформу вам предоставляет брокер. Если вы выбрали брокера и у него торговая платформа Quick, то вам нужно научиться работать в этой программе. Если не хотите самостоятельно разбираться в Quick, вы можете прийти на мой курс и под моим руководством освоите программу за два дня. Анонс своих курсов я дам вам в конце. Тем, кто хочет в совершенстве освоить программу Quick, рекомендую подключить демо-счет. Это бесплатно. Инструкция «Как подключать демо» дана в моем вебинаре «Три ключевые задачи начинающего трейдера» от 23 августа 2016 года. Запись можно посмотреть на моей публичной страничке ВКонтакте. На этом этапе вы уже определились с брокером, у вас есть капитал для инвестирования и вы разобрались с торговой платформой. Сейчас будем выбирать акции для инвестиционного портфеля. Пока только выбирать не покупаем. Первое на что нужно обратить внимание при выборе акции – ее ликвидность. Если акция ликвидная, значит ее можно быстро купить и в случае необходимости быстро от нее избавиться. Для того, чтобы выяснить, насколько акция ликвидна, надо посмотреть на ее часовой график. Посмотрите, пожалуйста, на график. Когда на часовом графике вы видите свечи в виде черточек или свечи с длинными фитилями, плюс нет объема, к таким акциям даже приближаться не стоит. А теперь для сравнения посмотрите на часовой график ликвидной акции. Как это сделать практически? В квике вы создаете вкладку, а на ней таблицу текущих торгов. Рядом с таблицей вы размещаете график с часовым таймфреймом, после чего таблицу и график связываете при помощи иконки якоря. После этого таблица и график у вас будут автоматически связаны. Теперь просматривая в таблице акции, вы будете сразу видеть график, что позволит вам быстро отсеять неликвидные акции. Совет. В таблице текущих торгов добавьте столбец объема и сделайте сортировку так, чтобы акции с наибольшим объемом торгов были вверху. Это упростит вашу задачу. На первом шаге мы отобрали акции по принципу ликвидности. Следующий шаг – выбрать перспективный сектор экономики. Здесь может быть две стратегии. Первая. Вы, не вдаваясь в подробности перспективных отраслей, выбираете акции, входящие в один из индексов МВБ или РТС. Во второй стратегии вы выбираете перспективную отрасль экономики и вкладываетесь в акции этих предприятий. Как это сделать на практике? На сайте Московской биржи заходите в раздел «Индексы Московской биржи». Если не получится найти, то активная ссылка будет в моих раздаточных материалах по сегодняшней встрече. Их вы сможете скачать с публичной странички ВКонтакте. Итак, вы зашли в раздел «Индексы Московской биржи» и выбираете индекс той отрасли, какая вас заинтересовала. Для этого нужно нажать на ссылку. Для примера выберем «Транспорт» и нажмем. После выбора индекса акций транспортных компаний вы можете выбрать меню «База расчета» и посмотреть состав индекса. Как видите, в транспортном индексе всего 5 акций. Их тикеры выделены красным прямоугольником. Также для вашего удобства в раздаточных материалах будет ссылка на список базы расчета всех отраслевых индексов Московской биржи. Первые два фильтра позволили нам отобрать перспективные акции, но не все из отобранных акций подойдут для портфеля. Для того, чтобы сделать окончательный выбор, необходимо отбраковать акции, находящиеся в нисходящем тренде, боковике, и оставить только те, что растут. Тренд будем определять по дневному графику цены. Посмотрите на график. Данная акция находится в восходящем тренде. Обратите внимание, все локальные минимумы повышаются. Если акция находится в восходящем тренде, то по локальным минимумам можно провести наклонную линию. Для тех, кому это сложно, можно на дневной график добавить скользящую среднюю. В данном примере я использовал простую скользящую с периодом 50. Правило такое. Вы отбираете себе только те акции, что находятся выше скользящей большую часть времени. Нужно помнить, что отобрать акцию для входа, это не значит ее купить. Почему? Потому что вы ее могли выбрать в тот момент, когда цена была на максимуме, а тогда это будет невыгодная покупка. Следующая часть нашего занятия как раз и будет посвящена тому, когда нужно покупать акцию в свой портфель. Итак, к этому моменту мы выяснили, как отобрать акции для своего инвестиционного портфеля. Определили, что покупать будем только те акции, что находятся в восходящем тренде. Сейчас разберемся, когда выгоднее всего совершить покупку и как это сделать практически. Первый момент. Управление риском. Правила управления риском должны помочь создать портфель с наименьшим риском для капитала. Второй момент. Это точка входа в сделку или место покупки. Начнем с того, как минимизировать риск при создании портфеля. Первый шаг. Условно разделим депозит на 5 равных частей. Например, если у вас 100 тысяч, значит каждая часть будет 20 тысяч. Помните, у нас на этапе отбора был сформирован список ликвидных акций, находящихся в восходящем тренде. Теперь мы наблюдаем за графиками отобранных акций и ждем, когда одна из акций сформирует точку входа. После чего мы ее покупаем на половину пятой части. После этого ждем, когда будет сформирована точка по второй акции из списка. О том, что такое точка входа, я буду вам рассказывать чуть дальше. Давайте поясним на примере. Пусть точка входа сформировалась на акции А, цена которой 1500 рублей. Мы собираемся купить на половину от пятой части, значит доступно около 10 тысяч. При цене в 1500 можем купить 7 лотов и у нас останется еще 9500 для второй акции свободных средств. Допустим, сформировалась точка входа еще на одной акции из списка, цена которой 200 рублей. Доступный остаток 9500, следовательно, можем купить 47 лот. Таким образом, сформировали первую часть портфеля. Вы меня спросите, а что если увижу не одну точку входа, а сразу 5? 6, 7 и так далее. В таком случае выбирайте из 5, 7 и прочего лучшие 2. Лучшие по таким критериям, как риск, качество тренда, приоритетный сектор экономики. Далее, вы не можете осваивать вторую часть депозита до тех пор, пока по первым двум акциям у вас есть риск. Как только стоп заявки перенесли в безубыток, можете продолжать формирование портфеля дальше. Опять наблюдаем за графиками отобранных акций и ждем, когда одна из акций сформирует точку входа. После чего повторяем действия второго шага. В конце у нас должно быть куплено 4 акции, по двум из которых стопы стоят уже в безубытке. Дожидаем роста по второй и четвертой акции и переносим стоп в безубыток. После чего вновь ищем для третьей части новые две акции. Итак, продолжаем. Пока у нас на 80% депозита не будут куплены акции из списка и по каждой акции стоп будет перенесен в безубыток. В итоге у вас должно быть куплено 7-8 растущих акций, которые будут составлять примерно 75-85% от депозита. Оставьте 20-25% на возможности для маневра. С риском разобрались, теперь выясним в каком месте графика покупать акции в свой портфель. Первый вариант входа на откате к уровню на растущем тренде. Для инвестиционной стратегии используем дневной график. Итак, у нас есть уровень образованный на дневном графике и акция к нему откатывается. Обратите внимание, что входить можно только после формирования второй восходящей свечи. Входим на пробой максимума второй свечи. Стоп-заявку выставляем за минимум первой свечи. Так как мы заранее знаем место входа, помните, сделку открываем после формирования свечи, значит мы заранее можем просчитать риск по сделке. Тем, кому интересна технология входа на пробой, рекомендую посмотреть мой вебинар от 29 сентября 2016 года ввод заявок через карман транзакций в квике. Посмотрим точки входа на графике. Для этого вернемся к рассмотренному ранее примеру. На графике есть несколько очевидных мест для входа на откате. В обоих случаях восходящий тренд и цена откатывается к уровню. Второй паттерн для входа вход на пробой. Когда я говорю про вход на пробой, то не имею ввиду просто пробой уровня, образовавшегося на дневном графике. В таких местах гораздо чаще бывают ложные движения, поэтому предлагаю рассмотреть более перспективное место для входа. Лучше всего входить, когда цена уперлась в уровень и по ходу движения цены образовалось сопротивление, которое сдерживает цену на протяжении нескольких дней. Для входа нужно выставить выше уровня заявку. В таком случае, когда уровень будет пробит, вы открываете сделку. Стоп можно выставить либо за уровнем сопротивления, либо за консолидацией, если позволит правило риск менеджмента. Количество контрактов рассчитывается исходя из риска, как это делали в предыдущем примере. почему этот паттерн хорошо работает, вы можете посмотреть в моем вебинаре «Анатомия движения цены» от 14 января 2016 года. Вернемся опять к графику. Обратите внимание, входить с использованием паттерна на пробой можно было в трех местах. В предыдущей части занятия мы выяснили при каких условиях и как открывать сделки. Но, к сожалению, в какой-то момент акции перестают расти и приносить прибыль. Поэтому важно понять, когда от них надо избавиться. Идея инвестиций состоит в том, чтобы определить тенденцию и заработать на ней. Когда тренд меняется, инвестиция закрывается. Держать акцию в надежде на то, что тренд возобновится неразумно. Он может и возобновиться, но вы к тому моменту растеряете всю прибыль. Рассмотрим простые правила, позволяющие определять смену тренда. Пусть у вас был тренд. До тех пор, пока наклонная линия восходящего тренда не пробита, тренд восходящий. Как только пробили и цена начала рисовать понижающиеся максимумы и минимумы, начинаем искать выход из сделки. Посмотрите, как это выглядит на графике. Есть линия восходящего тренда. Как только ее пробили, начинаем искать выход из акции. Начинаем искать выход, означает, что ищем уровни, на подходе к которым прибыльнее всего можно закрыть сделку. В данной акции может быть два варианта. Первый по графическому уровню, второй на круглом уровне. Оба эти выхода обоснованы и логичны. Еще один способ определить смену тенденции добавить графику скользящую. В данном случае использовал простую скользящую с периодом 50. Этот способ хуже, но если вам сложно определить смену тенденции по наклонной линии поддержки, то лучше так, чем никак. На что нужно обратить внимание, когда используете скользящую? Во-первых, смотрите, когда цена начинает пробивать линию скользящей. Если после этого цена не идет выше, а продолжает ходить около скользящей, тогда ищите выход. Второй способ выхода из сделки математически. Идея этого метода в том, что вы избавляетесь от акций в тот момент, когда потеря прибыли достигает определенного процента. Разберемся, как это сделать практически. Представьте себе, что вы год назад купили в свой портфель одну акцию стикером ABC по цене 1000 рублей. записали в журнал свою покупку. Сейчас цена акции 1400. Если у вас нет ориентира по выходу, то будет непонятно, что делать. 1400 это много или мало? Введем цель. Наша задача сохранить 70% от заработанного. Значит, потерять мы можем не более 30% от прибыли. Как это посчитать? Для этого в нашу таблицу нужно добавить такой параметр, как максимум цены. Максимум цены минус вход дает максимальную прибыль, в нашем случае это 500. Следуя нашей цели сохранить 70% прибыли, посчитаем, на какой цене мы должны закрыть сделку, чтобы не нарушить правила 30%. результаты расчета вы можете видеть в таблице. Что делать дальше? На цену 1350 выставляем стоп, то есть вставим стоп-лимитную заявку, для того, чтобы продать акцию и закрыть инвестицию. Таким образом, мы сохраним 70% от заработанного капитала. наше занятие подходит к концу, подведем итог и обозначим ключевые мысли сегодняшней встречи. Сегодня вы узнали, как отобрать акции для своего инвестиционного портфеля. Помните, акции должны быть ликвидны и находиться в восходящем тренде. Также вы узнали, как рассчитать риск по сделке и в какой момент надо покупать акцию в портфель. Тренд в акциях заканчивается и вы узнали правила, следуя которым можно вовремя избавиться от акции, которая изменила тенденцию. Друзья, если вы хотите узнать больше, как разрабатывать свою торговую стратегию, для того, чтобы зарабатывать на фондовом или срочном рынке, предлагаю продолжить занятия на очных курсах, которые я провожу в Санкт-Петербурге на базе центра инвестора Кит Финанс Брокер. Приглашаю вас 16 марта 2017 года в 19 часов на мой курс «5 шагов к успеху в трейдинге». 16 марта будет первое занятие, оно бесплатно, после него вы решите, стоит ли оплачивать курс и продолжать обучение. На курсе вы получите прибыльную торговую стратегию, научитесь выбирать лучшие акции и фьючерсы, определять тренд, уровни и их силу, после чего сможете открывать прибыльные сделки и управлять ими, ведя к прибыли. Вместе с курсом вы получите рабочие тетради с конспектом, которые позволят эффективно усваивать материал и заложат основы прибыльной самостоятельной работы в дальнейшем. Курс проходит в Санкт-Петербурге на улице Марата в бизнес-центре Ренессанс Плаза. Обучение длится 5 дней по 2,5 часа, начало занятий в 19 часов. Стоимость всего курса 12000 рублей на одного человека. Записаться на курс можно через сайт Кит Финанс Брокер или по телефону 611 400. Просьба обязательно регистрироваться, так как иначе для вас не будут подготовлены раздаточные материалы. Также в ближайшее время на базе центра инвестора я познакомлю вас с работой в торговой платформе КВИК 7. Те, кто хочет в совершенстве овладеть программой, приходите на мой курс КВИК 7 за 2 дня. Курс пройдет 20 и 21 марта начало в 19 часов. На курсе вы научитесь работать в программе КВИК и под моим руководством самостоятельно закрепите полученные знания. После курса у вас будет специально разработанная рабочая тетрадь, которая позволит всегда освежить полученные знания. Курс проходит там же в Санкт-Петербурге на улице Марата в бизнес-центре Ренессанс Плаза. Обучение длится 2 дня по 2,5 часа, начало занятий в 19 часов. Стоимость всего курса на одного человека 6000 рублей. Записаться на курс можно через сайт Кит Финанс Брокер или по телефону 611 400. Еще несколько слов о планах на март. 23 и 28 марта я провожу вебинар на тему как разработать торговую стратегию. Первая часть 23 числа будет бесплатной. Вторая платная стоимость занятия будет 2000 рублей. Для тех у кого возникли вопросы по вебинару или вопросы по курсам вы можете задать их лично мне отправив вопрос в личку через страничку ВКонтакте. С полным архивом моих вебинаров и другими материалами по трейдингу вы можете познакомиться на моей публичной страничке ВКонтакте Учимся зарабатывать на акциях и фьючерсах. Также на стене страницы будут размещены запись и ключевые слайды по этому вебинару. Добро пожаловать присоединяйтесь к нашей группе. Спасибо за внимание и до новых встреч.